Друзья, всем привет! Тема викторизации и тема раг — это, наверное, топик, который мы с вами уже обсуждали на этом канале бесчисленное количество раз. Например, вот мы с вами обсуждали, как с помощью средств от Google можно сделать свой раг быстрым и простым. Либо вот мы с вами в двух сериях обсуждали, каким образом развернуть локально доклинг и остальные сервисы для того, чтобы парсить ваши документы и потом их викторизовать. А вот мы, например, с вами обсуждали, каким образом викторизуются документы вместе с картинками, графиками вместе. И все это, надо сказать, довольно интересно. Это очень популярное видео у нас на канале. Но недавно я поднял тему Obsidian в одном из предыдущих видео и осознал, что мы с вами, наверное, ни разу не проговорили метод, с помощью которого вы можете построить свой персональный раг, который работает только на вас, доступен только вам, работает только с вашими конкретными мыслями и невероятно полезен конкретно для вас. И все это, конечно же, можно сделать конкретно на ваших автоматизациях, на основе вашего Obsidian, который будет работать вместе с N8N. И все это вместе будет викторизоваться, и агент будет отражать конкретно ваши мысли на основе ваших же заметок, которые вы храните в своей системе записей. Это мега топовая штука, я вам обещаю. Но у меня есть базовые условия для вас. Вы обязательно должны поставить лайк этому видео, подписаться там внизу и оставить какой-то коммент, для того, чтобы это видео посмотрело большее количество людей. Погнали строить автоматизацию. Нам с вами понадобятся две базовых вещи, это наш N8N, и это наш Obsidian, в котором мы храним наши знания, наши заметки. И к концу этого видео эти заметки превратятся в договременную память нашего агента, и мы будем с ним говорить как собственным компаньоном, собственным собеседником. Ну, не просто ради того, чтобы поговорить с умным человеком, а потому что заметки через какое-то время, они приобретают огромные объемы, и это прекраснейший способ проводить анализ этих заметок, искать паттерны, взаимосвязи и, в принципе, быстро принимать решения на основе того, о чем мы уже думали в прошлом. Идем в наш N8N и создаем новый workflow. Мы с вами уже поднимали тему Obsidian в одном из предыдущих видео, поэтому вот оно. Обязательно кликните на эту ссылку, посмотрите то видео, там будет какая-то база. Но мы здесь начнем с самого начала, поэтому я добавлю себе мануальный триггер, я так и вбиваю в поиски, мануальный триггер. И хочу сразу же добавить ноду, которая умеет читать и записывать файлы с моего диска. Мы ее в прошлый раз уже использовали. Это прекрасная стартовая точка, чтобы забрать знания из нашего Obsidian. Кстати, почему так полезно оставлять комментарии под YouTube видео? Потому что я почитал какие-то комментарии под предыдущим видео и увидел, что у большинства людей возникла проблема как раз с этим полем. Каким образом дать N8N доступ к нашему Obsidian? Для этого обязательно посмотрите вот это видео. Мы с вами уже обсуждали, каким образом разворачивается N8N локально на вашем компьютере. То есть базовое правило ваш Obsidian, он должен быть там же, где ваш N8N. Это не значит, что чисто физически вы должны запустить все на одном компьютере. Но это значит, что если ваш N8N где-то далеко, на далеком сервере, ваша задача организовать синхронизацию файлов Obsidian между вашим компьютером и удаленным сервером. Для того, чтобы к заметкам Obsidian ваш N8N всегда мог получить доступ. В моем кейсе я делаю самый бронебойный вариант. Мой N8N развернут на моем компьютере. И Obsidian тоже развернут на этом компьютере. Так что смотрите видео, там как раз про это есть. Дальше наша задача прописать путь, по которому хранятся наши файлы в Obsidian. Но предварительно вы, конечно же, должны дать доступ к этой папке для N8N, потому что это сделано ради безопасности. N8N не может иметь доступ вообще к любой папке. Конкретная папка, к которой вы дали доступ, и в которой же хранятся ваши заметки из Obsidian. В моем случае это Home, Node, N8N, файлы, RUG. И дальше я просто пропишу selector звездочка, точка звездочка, для того, чтобы все файлы, которые там хранятся, попадали в N8N. Если я открою свой файловый менеджер, вот я вижу эту папку, и вижу в ней как раз большое количество записей, которые я сейчас получу себе в N8N. Я нажимаю Execute. Давайте перейдем в табличный вид и видим, как мои 22 файла, именно вот те самые 22 файла, попали мне в N8N. Прекрасно. Давайте на этом не будем подробно останавливаться. Мы сразу же захотим забрать контент этих файлов, ровно как мы делали и в прошлый раз. Мы добавляем ноду Extract from File. Видим здесь опцию из текстового файла, будем забирать данные. Нажимаем Выполнить. И вот они все мои мысли из папочки Obsidian. И теперь начинается самое веселое. Мы хотим это викторизовать. Мы хотим это превратить в долговременную память нашего агента. Что нам нужно знать про викторизацию? Если вы давно подписаны на наш канал, то вы наверняка знаете все основы. Если вы только постигаете тему викторизации, то вы должны знать, что викторизуются текстовые файлы. Если это файлы большие, то они чаще всего разбиваются на какие-то кусочки. Эти размеры, эти кусочки вы задаете сами. Это может быть 300-400 тысяч символов. Дальше с этими кусочками происходят базовые две вещи. Они сначала викторизуются, то есть прогоняются через специальные модели для эмбеддингов. И соответственно ваш текст превращается в вектор. А дальше этот вектор сохраняется в базу знаний. Но не простую, а векторную. Как вы можете понимать, методов и моделей для викторизации огромное количество, ровно как и разных видов баз знаний для векторизации. Мы на этом канале исторически пользуемся Supabase. Supabase по сути это реляционная обычная база знаний, к которой можно накатить расширение векторное для того, чтобы хранить там наши векторы. Если вы никогда не разворачивали себе векторную базу знаний, сходите вот на это видео. Мы там это делали пошагово, подробно. И в принципе это всегда нас приводит к тому, что из нашего NWCMN мы всегда можем достучаться до всех наших векторизованных данных и сохранить их, и достать их обратно. Когда у нас наша база готова, мы должны понимать, что после этого человек спрашивает какой-то вопрос, и этот вопрос тоже викторизуется. Он викторизуется для того, чтобы могла произойти так называемая функция similarity search, то есть поиск подобия в вашей векторной базе и вашего вектора, который получается из того, что вы спросили. Из этой базы достаются обычно 4-6 так называемых чанка, то есть самых подобных вектора к вектору, который получился из вашего вопроса. И эти 4-6 чанков становятся так называемым контекстом для вашего агента. И агент может отвечать на основе контекста, который получил из базы. А раз в этой базе хранится контекст, который создан на основе наших мыслей, соответственно, агент будет отвечать нам на основе наших мыслей и станет для нас очень хорошим собеседником. Теперь, когда мы знаем базу, давайте же викторизуем мысли, которые мы достали на предыдущем этапе. Я нажимаю плюсик и говорю Superbase. Здесь есть специальная нода. Я нажимаю плюсик и ищу Superbase. Здесь есть отдельные ноды для Superbase, а есть Superbase Vector Store. Нам нужна эта нода. И сейчас мы будем с вами добавлять документы в Vector Store. Нажимаем эту опцию. Так как вы уже развернули себе Superbase, у вас уже должна быть прокинута ваша структура credential для коннекта к этой базе. И в этой базе уже должна быть создана таблица, векторная таблица, в которую мы будем записывать наши викторизованные данные. Вот я только что создал себе таблицу. Она называется Doguments 4. И она состоит всего лишь из нескольких столбцов. Это ID, это сам контент, то есть непосредственно текст нашего чанка. Это метаданные, то есть дополнительные данные, которые могут быть использованы для более точного поиска. И эмбеддинги, то есть это самые векторы, которые соответствуют нашим данным. Поэтому я возвращаюсь в N8M, ищу конкретную таблицу документа 4 и обязательно добавляю опцию. Нажимаю вот сюда. Дело в том, что когда мы создаем векторную таблицу, мы еще при этом создаем к ней и функцию поиска. И именно поэтому, когда мы используем таблицу для записи в нее векторных данных или для чтения, мы должны всегда указывать релевантную соответствующую функцию поиска, которая будет извлекать конкретные данные. Она у нас называется MatchDocuments 4. Это еще не все. Наша база почти готова. Мы можем нажать вот этот плюсик. Здесь нажать эмбеддинги. Давайте добавим наши привычные эмбеддинги от OpenAI. Как видите, здесь есть модель для эмбеддингов, то есть для векторизации наших мыслей. Добавили, оставим ее как есть. А дальше здесь есть специальная ветка, называется Документы. Давайте ее нажмем. И здесь есть такое понятие, как Data Loader, то есть схема загрузки наших данных в нашу базу. Здесь мы можем указать какие-то конкретные вещи, которые мы хотим загружать, либо не хотим загружать. Я предлагаю здесь все оставить по умолчанию. То есть все, что приходит на вход, а так как у нас на вход приходит только поле Data с нашими мыслями, все оставим как есть. Но единственное, мы же хотим добавить метаданные, для того, чтобы наша модель всегда понимала, из какого конкретно файла она берет те или иные данные. Я нажимаю кнопочку «Добавить опции», нажимаю «Метаданные», нажимаю «Add Property». Я бы хотел, чтобы наша автоматизация добавляла к каждому чанку такое поле, как «File Name». Я хочу, чтобы сюда попадало не только название файла, а полный путь к этому файлу. То есть если здесь я выберу режим «Схема» и посмотрю в какой-нибудь предыдущей ноде, где же наши файлы, их имена и пути, я вижу, что в одной из предыдущих нод у нас есть такое поле, как «File Name». Если я его добавлю сюда, я вижу, что у меня в метаданные добавится «File Name» и «Компаньон». Но мне это не очень нравится, потому что я бы хотел, чтобы у меня был полный путь до этого файла. В нашей простой автоматизации у нас все файлы лежат в одной папке, поэтому я могу вот просто, вообще говоря, вот этот путь забрать, вставить в наш даталоадер прямо в самое начало и проследить, что итоговый вариант прямо меня устраивает, да? Это «Home», «Node», «N8N» файлы, «Rug» и «Компаньон». Это то есть полный путь на нашем диске до этого файла. На самом деле и это все, что нам требуется для векторизации нашего обсидиана. Давайте попробуем запустить эту всю историю и посмотреть, как она начинает векторизовать все наши 22 файла. Давайте перейдем в нашу базу. Мы видим, как наши все записи появились. Если мы здесь сейчас нажмем поле «Метаданные», проскролим вниз, мы видим, что здесь добавлен «File Name», указан путь до конкретного файла, из которого был извлечен именно этот контент. Но справа те самые эмбеддинги, векторы, про которые мы говорили в самом начале. А теперь я бы хотел, чтобы у меня появился мой собеседник, мой компаньон, с которым бы я мог обсуждать мои мысли. Кстати, друзья, если вы переживаете про эти автоматизации, то автоматизации, которые мы создаем в YouTube-видео, я прямо в конце каждого видео скачиваю как файл и загружаю в свою бесплатную Telegram-группу. Ссылка на нее всегда в описании. Вы заходите в эту Telegram-группу, ищите релевантное видео, которое вас устраивает или которое вам интересно. И под этим видео всегда видите файл JSON. Вы его скачиваете, возвращаетесь в ваш N8N, нажимаете те же самые три кнопочки и нажимаете кнопку «Import from File». Указываете ваш JSON-файл, и вся вот эта автоматизация оказывается у вас в N8N, и вы можете продолжать с ней экспериментировать. При этом мы еще часто строим усложненные версии, Production Ready версии автоматизации. Вот они всегда лежат в Pro-группе, ссылка на нее тоже будет в описании. Теперь я хочу добавить такую ноду, которая называется «Chat Trigger». Эта нода позволяет отправлять сообщения внутри N8N и вкидывать их в автоматизации. И к этому чат-тригеру я добавлю такую ноду, которая называется «AI-агент». AI-агент, он заточен на то, чтобы принимать как раз сообщения из чата. Здесь все настройки стоят уже ровно для этого. Этого агента можно оставить как есть, но я ему задам специальный системный промпт. Здесь написано «Ты ассистент», я ему еще добавлю такое системное сообщение. «Всегда используй VectorStore инструмент, чтобы отвечать на мои вопросы». Если вы хотите, чтобы он прямо всегда базировал свои ответы только на этом контексте, который он получает из векторной базы данных, я ему напишу «Отвечай только основываясь на контексте, который ты получаешь из инструмента». То есть мы ему сейчас добавим инструмент, который называется VectorStore, и мы его попросили отвечать только на основе контекста, который он будет получать из этого инструмента. Отлично, давайте же добавим ему этот инструмент. Нажимаем на этот плюсик, опять ищем Superbase. Здесь есть тот же самый тул, давайте выберем его. И обратите внимание, что тул да то же самый, но операция другая. Теперь мы ретривим, теперь мы получаем данные из нашего векторного хранилища, которые мы сохранили до этого. Давайте его назовем VectorStore, то есть нам важно, чтобы агент понимал, что это именно та самая тулла, инструмент, который мы говорили нашему агенту. То есть так и скажем, в description тоже укажем. Закрываем, ровняем. Модель для эмбеддингов будет та же самая. Помните, мы с вами говорили, что модель для эмбеддингов нужна как для векторизации самих данных, так и для последующего поиска, для того, чтобы векторизовать наши вопросы и проводить поиск соответствия. Поэтому указываем ее тоже. Надо еще указать саму модель, то есть это уже другая модель. Это модель, которая используется именно для коммуникации с нами, а не для коммуникации с нашим векторным хранилищем. Здесь мы укажем обычную модель от OpenAI. И в VectorStore нужно дозадать специальные настройки. Во-первых, мы обязаны указать ту же самую таблицу, которую мы использовали для записи наших эмбеддингов. А в опциях мы должны будем добавить QueryName. То есть это будет тот же самый QueryName для того, чтобы мы могли работать с этой таблицей. Так, после этого обязательно все ровняем, делаем аккуратным. И давайте пробовать коммуницировать. Я нажимаю на кнопку OpenChat. Давайте что-нибудь спросим из мыслей, которые были у меня в Obsidian. Что ты думаешь про образование будущего? Давайте отправим запрос и посмотрим, будет ли использоваться наш VectorStore. Да, он использовался. И смотрите на его ответ. Образование будущего будет сильно изменено за счет использования персональных E-тьютеров и учителей, что позволит кастомизировать образовательные программы под каждого ребенка. Я открываю свой Obsidian, нахожу ноду образования будущего. И здесь видно, что когда-то я записывал мысли про персональных E-тьютеров и кастомизацию программы под каждого ребенка. И все-все-все мои знания, которые я помещаю в Obsidian, теперь стали долговременной памятью моего агента. Я его могу теперь просить быстро находить те или иные файлы, спрашивать в каком файле была та или иная информация. И это только начало, естественно. У нас есть еще одна версия, сильно усложненная этой же самой автоматизацией, но которая сама контролирует новые появляющиеся заметки, удаленные заметки, измененные заметки, для того, чтобы в соответствии с ними обновлять вашу векторную базу знаний, для того, чтобы в ней информация была всегда строго релевантна и актуальна вашим знаниям в вашем Obsidian. Это работает вообще как магия. Смотрите. Эта автоматизация умеет создавать отдельный CSV-файл, который используется как база данных для отслеживания статуса ваших заметок. То есть если вы открываете эту таблицу, этот CSV-файл, вы можете увидеть, что он оттрекал все-все-все файлы вне зависимости от вложенности. То есть он может проходить на любую глубину вашего Obsidian, если вы используете папки для хранения. Дальше он определяет, были ли изменения во всех файлах. И если были, то предпринимает соответствующие действия. Давайте я вам покажу. Давайте я для сложности внутри папочки Today добавлю еще одну папочку Test. И уже в этой папочке создам заметку, например, про сложный промпт. Идеальный ИИ поймет намерение без сложных промптов, и так его и назову. Сложные промпты. И давайте поредактирую еще одну заметку про ИИ компаньона. И допишу здесь. И как быстро это произойдет. То есть я добавил один файл, и один файл изменил. Теперь моя автоматизация, которая может работать по любым триггерам, сейчас по ручному триггеру. Мы видим, что она пробежала. Она добавила один файл в базу, а один изменила. Это потому, что теперь, если мы посмотрим на наш файл, мы увидим, что один файл и компаньон был изменен. А еще один файл, который называется сложные промпты, был добавлен в нашу базу знаний Obsidian. И теперь, если спрошу нашего агента что-то про, может ли ИИ понимать мои намерения без сложных промптов. В каких заметках я говорил про это? Смотрим, как отрабатывает наш искусственный интеллект, идет в нашу базу. Вы говорили о том, что идеальный ИИ поймет намерение без сложных промптов, и мы вернемся к обычному человеческому общению. Я говорил про это в сложных промптах и в смерти промпт инжиниринга, что есть реальная правда. Друзья, как я и говорил в прошлом видео, вся эта история ограничена только вашей фантазией. Технические способности и знания для этого уже есть. Упрощенную модель автоматизации, которая уже может векторизовать ваш Obsidian и помочь вам общаться с вашими заметками, ищите в нашей бесплатной прогруппе, ссылка в описании. Если вам нужна усложненная версия, которая держит в актуальности векторную базу данных и ваш Obsidian, то ее забирайте в прогруппе. Но на этом все. С наступающим Новым годом и до скорых встреч уже в новом году. Субтитры создавал DimaTorzok